еще раз всех приветствую извиняемся за небольшие технические неполадки это по моей вине я уверен я не выходил на техническую проверку был немножко занят вот сначала ознакомлюсь точнее представлю себя меня зовут эльдар тулеш я являюсь инвестиционным портфельным менеджером в компании unique properties broker мы специализируемся на инвестиционном консалтинге в резидентскую коммерческую недвижимость в дубае компании наши 12 лет мы являемся одним из ведущих агентских контор которые занимаются первичными продажами как вы видите я выбрал несколько наших наград которые нам были даны компаниям застройщиком mr который является одним из самых крупных застройщиков в мире бурж халифа дубай мол весь район даунтауна очень популярный известный район дубай марина тоже был построен застройщиком mr также вот ряд наград чтобы не терять время мы наверно пропустим детали содержание моей презентации будет надеюсь очень коротким и ясным вначале я хотел бы рассказать для тех кто не знает дубай и не был дубая что же привлекает инвесторов дубай также прибыльность не двигая рынка недвижимости дубая на примере арендного дохода от резидентской недвижимости также тенденция рынка в двадцатом году и новые возможности на двадцать первый год и в конце презентации у меня будет специальное предложение для инвесторов кто заинтересуется вложить свои средства в рынок недвижимости дубая и так что же привлекает инвесторов дубай конечно в первую очередь это безопасность дубай он действительно удивляет своим уровнем безопасности и спокойствие то что допустим вы в любом общественном месте можете спокойно оставить свой портмоне телефон и там сходить в туалет и вернуться и вы найдете свое имущество в том же месте где оставили вот это них никак не преувеличено это действительно так то есть мы настолько здесь обезопасены что не переживаем даже за такие мелочи ну и касательно конечно если в цифрах говорить по crime rate да то есть количество криминала или нарушение закона наблюдается в минимальных количествах вторую очередь это экономическая стабильность что привлекает инвесторов несмотря на стереотипы и массовые убеждения что дубай это нефть на самом деле ввп дубая только на пять процентов зависит от нефти в остальном это составляет трейдинг торговля финансы недвижимость туризм конечно же логистика авиакомпании то есть авиалинии индустрии также есть легкая промышленность дубая очень много здесь есть нового концепции свободные экономические зоны так как дубай это безналоговая страна которую мы тоже поговорим позже он привлекает очень много компаний которые если допустим у них есть бизнес ближнем востоке они открывают офис дубая отсюда базируется и все финансовые операции проводят через дубая что позволяет им оптимизировать налогообложения развитая инфраструктура это тоже одна из частей что привлекает людей в дубай highway станции метро автобусные остановки кондиционирование в остановках или то что по центру города можно ехать 120 или 140 километров в час это тоже удивляет многих инвесторов и приезжих экспатов дубая ну и налогооблагаемость 0 процентов здесь нету подоходного налога корпоративного налога никакого налога кроме ндс здесь не существует ндс это является минимальным размере 5 процентов вот это тоже очень сильно притягивает инвесторов дубая здравоохранение то есть здесь по здравоохранению работодатель обязан предоставляет страховку каждому своему работнику и это страховка покрывает базовое здравоохранение которые очень на на очень хорошем уровне и конечно же стабильный курс валюты это я думаю очень актуально для стран снг где волатильность курса очень высокая а дирхам свою очередь с 1997 года не менял свой курс к отношению в 3.67 на протяжении более 20 лет ну и конечно же уровень и комфорта и сервиса тоже стоит отметить у нас на на бэкграунде стоит один из единственных семизвездочных отелей в мире первый семизвездочный отель в мире будет буджель араб который у нас называют парусом это тоже вот как иконка дубая которая представляет вот уровень воспитала ты в дубае ну и конечно же климат то что здесь нету зимы дожди бывают два-три раза в год максимум кругу год лето единственное то вот июль август месяц где жар когда жарко но в принципе в это время люди находят очень много других альтернатив куда можно уехать время лета вот и вторая часть прибыльность рынка недвижимости дубая где бы хотел на примере двухкомнатной квартиры то есть one bedroom apartment в престижнейшем районе дубая марина показать вам доходность от аренды недвижимости дубая на примере как косрочная аренда и долгосрочная аренда долгосрочная аренда здесь начинается от годового контракта и более ну допустим мы берем one bedroom квартиру 300 тысяч евро миллион двести дирхаб размер примерно будет 70 квадратных метров годовая аренда средняя за такую недвижимость стоит порядка 22 тысяч евро расходов нет никаких налогов нет только за содержание эксплуатацию комплекса нужно платить service fees которые примерно будут составлять 2 800 в данном примере и если посчитать математику это примерно 6.4 процента годовых чистыми от долгосрочной аренды но еще есть краткосрочная аренда которая значительно увеличивает доходность суточная аренда также цена размер суточная аренда мы возьмем примерно 150 евро конечно нынешних реальных цена упала но тем не менее если бы ситуация была нормальная 150 евро заполняемость 70 процентов управляющая компания берет 20 процентов до из годового ревеню содержание то также стоит 2 800 остальные коммунальные услуги берет на себя управляющая компания и если опять сделать подсчеты это примерно 9.28 процентов доходность то есть это доходит и до 10 до 11 процентов если где-то найти хорошую сделку там не за 300 тысяч евро за 250 тысяч например найти one bedroom хорошем здании вот это вот на примере двух видов аренды мы сравнили доходности и также следующем слайде я хотел показать средний годовой доход от аренды недвижимости в разных городах мира там что включает лондон два с половиной процента паиш 3 процента после налогов нью-йорк 3.2 гонконг 3.4 москва 4 с половиной и дубай 6 и 8 среднем то есть весь город в среднем дает вот 6.8 процентов арендного дохода среднем то что я хотел подметить ну и конечно же не без тренда цен на недвижимость дубайский рынок он немного волатильный в этом его особенности как бы это из серии high risk high return то есть за последние вот 12 лет была вот такая волатильность если посмотреть на график с 2008 года по сегодняшний день допустим вот ну седьмой тире конец восьмого года был пик было очень много спроса на покупку недвижимости в дубае но в то же время было очень мало предложение так как это развивающийся город но потом пришел кризис восьмого девятого года после этого мы 3-4 года сидели вот на на вот этом уровне потом с 13 года опять цены начали расти там было очень много факторов почему она выросла но вот с 14 года по сегодняшний день сами падали что мы вот за время пандемии в принципе почти почти упали до уровня восьмого года конца девятого года точнее начала девятого соответственно мы называем это дном рынка недвижимости дубая и мы ожидаем какой-то рост в дальнейшем возможно но он не будет такой резкий волатильный но в принципе стабильный рост ожидается от рынка недвижимости дубая почему мы верим что двадцатый год является лучшим годом для входа в рынок недвижимости дубая то есть он и так сам падал связи с разными факторами первую очередь это спрос и предложения ну и пришел коронавирус и можно сказать добил рынок он упал но зато очень много интересных предложений появилось и действительно очень много кто уже заработал за счет пандемии на рынке недвижимости дубая но это отдельная тема для разговора поэтому мы перейдем на следующий слайд где мы уже расскажем непосредственно про тенденции рынка в двадцатом году что произошло и что можно ожидать и как можно получить выгоду от нынешней ситуации во первых кредитные ставки снизились я как полагаю как и везде то есть раньше кредитные ставки на ипотеку были примерно 4 5 процентов а сейчас они 3-4 процента ltv подняли loan to value ratio то есть раньше можно было брать максимум 75 процентов от стоимости недвижимости под залог на ипотеку но сейчас можно 80 процентов от стоимости брать в кредит поэтому это тоже дало определенный пуш рынку недвижимости и транзакции начали расти после мая месяца также на рынке появилось очень много интересных беспроцентных рассроченных программ от застройщиков где застройщики там продавали по своим старым ценам но понятное дело то чуть завышенные от рынка цены но зато давали рассрочку без процента без банка без дилы джинса кивайси и так далее что тоже привлекло очень много инвесторов и за рубежа и из внутреннего рынка третье это снижение оплаты за содержание комплекса как ранее отмечал в дубае за каждую недвижимость вы обязаны платить коммунатник это же не коммунатник это эксплуатационные за эксплуатационные услуги это в него входят бассейн охрана содержание чистка комплекса кондиционирование там озеленение и так далее вот в этом году снизили вот этот расход за содержание комплекса так как земельный департамент взял под себя под контроль вот весь этот процесс снимания денег от хозяев раньше застройщики могли где-то добавлять на оценку и брать дорого и оправдывать то что расходы большие но сейчас это все аудируемо и под контрольным государством поэтому это значительно упало четвертое уникальные скидки на рынке то что появилось я думаю это ни для кого не секрет в принципе во всем мире мы увидели скажем так чуть-чуть кризис но дубайский рынок быстро восстановился сейчас все меньше и меньше таких скидок но тем не менее можно подобрать если быстро реагировать и быть готовым с кэшем в руках и подписать договор сегодня условно можно найти хорошие сделки на рынке вот да еще одна большая новость этого года в этом году должно было состояться экспо 2020 на который дубай рассчитывал привлечь 25 миллион человек со всего мира а это огромная цифра то есть в год самый посещаемый в мире город бангкок в год посещает максимум не более 23 миллиона человек то есть в 20 году дубай намеревался стать самым часто посещаемым городом и без этого он в пятерке самых посещаемых городов в мире ежегодным количеством людей 18 миллион человек вот его передвинули на 21 год соответственно с этим и связано то что мы ожидаем что 21 год неизбежно будет поднятие цен на рынке то есть однозначно цены вырастут почему потому что приедет 25 миллион человек со всего мира они увидят дубай своими глазами они почувствуют уровень комфорта и сервиса они узнают что здесь 0 процентов налогов и то что недвижимость не арендная собственность а частная собственность и то что здесь очень много высококлассных development которые там строится здание самым высоким бассейном в мире на крыше строится самый большой фасад в мире там ну куча между международных рекордов гиннеса на рынке development в дубае и это притягивает действительно очень многих инвесторов каждый как минимум каждый второй человек который приезжает дубай он влюбляется он у него появляется мысль приобрести жилье конечно независимости он может ли он это позволить себе или нет но те кто могут себе позволить в конечном итоге покупают себе жилье будет а под инвестиции будет а под себя под личное использование или просто для сохранения капитала и так далее то есть мы ожидаем связи с этим мы ожидаем что 21 году рынок недвижимости дубае он отрастет отрастет возможно даже и по экспоненте будет расти опять это тяжело предугадать но то что будет рост это неизбежно поэтому мы верим что возможности в двадцатом году очень много даже если вы купите там чуть-чуть дороже сегодняшней рыночной ситуации он по-любому отрастет на те уровни что вы свои деньги отобьете еще и заработаете еще и возможно купить одну из самых премиальных недвижимости в дубае также одна из таких неофициальных новостей что здесь возможно будут развивать там игорный бизнес но это неподтвержденная информация поэтому то есть то есть такие слухи которые говорят о возможном приросте цен на недвижимость ну и конечно же интересный фактор то что вот сейчас двадцатом году ситуации очень много застройщиков пришли с такой концепции где они дают гарантированный доход 8-10 процентов годовых то есть вам можно даже не делать никакую аналитику не надо разбираться в рынке недвижимости что выбирать вы просто приходите застройщику покупаете объект условно за миллион долларов и он говорит я вам там в год буду выплачивать 8-10 процентов чистыми в абсолютных цифрах договор подписывается на 5 лет или там на 10 лет а 12 лет в разных случаях по-разному и вы просто не думаете о том насколько это ликвидно сколько доход на какие риски то есть у вас все будет закреплено контрактом и вот такие возможности существуют на рынке сегодня поэтому мы всех приглашаем прилететь в дубай или же связаться с нами по интернету мы открыты для консультации для обмена информации для партнеров если у вас есть инвесторы кто захочет инвестировать рынок недвижимости мы также занимаемся инвестиционным консалтингом то есть если вы хотите построить отель там или заняться девелопментом или хотите купить там несколько этажей и вам нужна консультация мы всегда открыты поэтому мы также составили вот специальное предложение для инвесторов на мой субъективный взгляд это одно из самых привлекательных предложений сегодня на рынке расположена на пальме джумейра то те кто знает дубай должны я думаю хотя бы должны были слышать о пальме джумейра это четырехзвездочные отельные номера и меблеры на жилые квартиры с частным пляжем с бассейном на крыше с видом на море рестораны лаунж бары спа массаж спортзал и разные детские площадки и баскетбольные поля от 180 тысяч евро за жилые квартиры то есть это одно из самых дешевых предложений которые вообще есть на пальме джумейра наверное дешевле даже ну нету вот причем объект почти готов он будет готов в следующем году в апреле имеются разные размеры от однокомнатных студий до пятикомнатных пентхаусов ну и предложение это гарантия дохода в 10 процентов на пять лет при покупке отельных апартаментов также допустим если вы за 220 тысяч захотите купить вот эти апартаменты вы сможете еще оформить рассрочку на на три года и только после того как вы оплатите всю стоимость после этого у вас будет пять лет доход приносить от общей стоимости 10 процентов то есть в течение следующих пяти лет вы отопите уже половину своей инвестиции и дальше она будет гарантирована дальше она будет также 10 процентов приносить просто здесь уже не гарантирована застройщика там присутствуют рыночные риски вот вот такое у нас есть предложение к инвесторам партнерам если есть у вас инвесторы то кого это заинтересует также можем обсудить партнерские отношения в принципе благодарю за ваше внимание это все я отключаю презентацию готов ответить на вопрос спасибо большое очень интересно спасибо что за такую четкую презентацию и конечно 180 тысяч на пальме звучит удивительно точно так же как похоже что девелоперы дубая делают просто все хотите застроить рассрочку вот гарантированная аренда вот у нас нет вопросов из аудитории я задам буквально один вопрос чтобы то же время осталось а когда застройщики говорят гарантированная аренда чем они это гарантируют они дают какие-то гарантии компании личные гарантии если вы имеете ввиду банковские гарантии нет не не предоставляются банковские гарантии но составляется двухсторонний контракт это rental agreement contract где liability у отеля как у юридического лица является выплачивать вам ежегодно фиксированную сумму независимости от того насколько он сдаст что он будет просто он на себя берет этот рыночный риск который возможен допустим он свои расчеты делает номер там 20000 евро стоит условно он думает так этот номер принципе он не будет генерировать там 20000 может быть там 18000 может быть 22000 да он примерно понимает что в том промежутке номер будет ежегодно генерировать чистым и он думает так я могу оставить себе номер и как бы получать доход но так как он девелопер для него кэш как бы важнее он говорит так я освобожу кэш заплачу там своим контрактором закрою кредиты и начну в другой development вкладывать соответственно я лучше инвесторам дам этот номер и прогарантирую что они 10 процентов получают независимость от рыночной ситуации поэтому это вот ну как бы в принципе на на рынке возможно 20 тысяч от отельного номера на пальме четырехзвездочных сейчас на выход на пляж и легко получать причем а он же еще берет revenue cut за управление за вот этот property management то есть его компании которые дочки тоже зарабатывают за счет этой бизнес-модели поэтому это такой sustainable growth который позволяет в принципе всем зарабатывать интересно спасибо большое спасибо пригласили нас очень приятно надеюсь будут еще больше сотрудничество с босква и с коллегами которые давали презентацию ранее будем на связи приезжайте в дубай ждем гости всего а